Напомню, что про Архиз было еще две части. В первой части мы поднимались с вами на смотровую площадку Архиза и смотрели древний храм. Во второй части мы занимались хайкингом и посмотрели пешие, самые популярные маржуты Архиза. И сейчас, собственно говоря, про курорт Архиза. И я в первой части еще пообещал, что скажу, как мы сюда добирались. На самом деле, я думаю, что вы уже об этом знаете, если же не знаете, то варианта два. Мы воспользовались первым вариантом, мы просто взяли свою машину и приехали из Москвы на автомобиле. Напомню, что я из Краснодара сам и мы ехали из Москвы в Краснодар, потом из Краснодара в Майкоп и из Майкопа до Архиза три с половиной часа. Второй вариант. Если вы не хотите ехать на автомобиле, а на автомобиле вам ехать все равно придется, покупайте билет до Минвод. Минвод это международный аэропорт, из Минвод, кстати, можно улететь и в Турцию. Вы летите в Минводы из того города, где вы живете или находитесь. Из Москвы сейчас билеты стоят плюс-минус 5-7 с половиной тысяч рублей в одну сторону, в зависимости от даты, на которую вы берете, в зависимости от багажа. И дальше из Минвод вы уже едете до Архиза, а дорога у вас занимает около трех часов. Стоимость трансфера на легковушке из Минвод до Архиза около пяти тысяч рублей. У нас сьют. Получается, как две комнаты, которые разделяются дверью. Вот эта вот широкая дверь, кстати, очень грамотная. Она перекрывает. Большая кровать. Вот это кресло здесь было. Широкое кресло, кстати. А вот эту детскую кроватку мы брали дополнительно. Вот этот номер рассчитан на четверых человек. И что еще хорошо, то что здесь два санузла, один туалет без душа есть. И второй, еще один туалет, еще один душ. Еще один, а всего один душ. И такая небольшая гардеробная. Есть выход на балконы. Балкон немаленький. Вид на горы. Очень классно с утра. И вот это, балкон, тоже наш. Здесь вот эта территория вся, она охраняемая. Под шлагбаум предварительно мне написали в WhatsApp. Спросили номер машины. И машина вот здесь охраняемая парковка. То есть здесь все подряд не заезжают, не приезжают. Здесь рядышком строят, я так понимаю, еще один корпус. Вот от этой нашей гостиницы. Ценник. Я когда бронировал, бронировал я через Яндекс. Ссылочку я поставлю. На мой взгляд, один из самых удобных поисковиков по гостинице. У нас 4 человека. 2 взрослых, 2 ребенка. Вот этот номер 6500 плюс 650 за детскую кроватку. В это дело входит завтраки плюс бонус к этому всему. Внизу, ребята, здесь есть спа небольшой, финская сауна, паровая, хамам. И здесь есть бассейн с холодной водой. Небольшой бассейн, они его называют купель. Но, на мой взгляд, в купеле вода должна быть холоднее, намного прям ледяная. Здесь есть, понятное дело, ресторан. А здесь, кстати, есть вот спа, там массажи, какие-то инфракрасные штучки. Но я туда не ходил, честно говоря. Но все как бы это дело есть. Здесь, ну, массаж, детская, игровая детская комната. Здесь есть няня, но они говорят, что сейчас не сезон. Не знаю, лето, как бы у них не сезон. И они говорят, что нет массажиста в данный момент и нет няни. Но, если вы хотите, к примеру, взрослыми погулять, здесь у них есть внизу типа сторонняя организация, которая предоставляет дневные детские лагеря. Сдаешь ребенка, платишь там, грубо говоря, 2500-2500. Там с детьми занимаются, катаются, керамика, все дела. Кстати, насчет лагерей. Если вам интересны детские лагеря, изучение языков за границей, если вам интересна учеба за границей, если вам интересны школы за границей, вузы за границей, то заходите на мой второй YouTube-канал Smaps Education. Потому что моей основной деятельностью являются съемки учебных заведений за рубежом. Там вы можете посмотреть учебные заведения по всему миру. И также сайт www.3wsmaps.ru Это самый крупный портал по зарубежным детским лагерям, языковым центрам, школам, вузам. Вообще в СНГ вы можете выбрать там себе учебное заведение, лагерь. Вы можете задать вопросы к консультантам в онлайн-чате. Заходите. А я продолжаю рассказывать про Архиз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это вся территория комплекса Архиз. И мой отель находится вот там. Если видно его, я прошел, получается, метров 400. И я рассматривал тот отель, вертикаль, в котором я остановился. Я рассматривал похожий вариант. Называется Романтик 2. Вон он. Между ними где-то, получается, 500 метров. Приблизительно был похожий ценовой диапазон. Но вот в Романтике, когда я бронировал, я смотрел его, там был номер меньше. Значительно меньше. Чуть ли не в два раза. И поэтому я остаюсь в вертикали. Дальше там идут еще отели. И очень классный есть отель напротив. Мне прям напоминает швейцарское шале. Очень классно. Вот это территория. Тут вот есть детские площадки. И вот здесь работает канатка. Малечный путь она называется. Всего здесь три канатки. Одна, потом там вторая, не помню, как она называется, и третья. В сезон, когда здесь снег, когда катаются, здесь, как мне говорят, работает все. Сейчас не сезон, а лето. Многое закрыто. Многие рестораны закрыты. И вот даже магазинчики некоторые тоже закрыты. Ну ничего, нам это не мешать. И в этой швейцарской деревне еще пока много где идет стройка. Ну вообще здесь по территории много где идет стройка. Но я уверен, что к сезону сейчас лето. К сезону они закончат. И здесь все это будет работать. Вчера еще нам местные сказали, что здесь Архиз хотят соединить с Черным морем. То есть с Розы Хутор туда, Адлер, Сочи. Знаете в чем прикол? Что сейчас, если ехать из Архиза, то надо делать петлю через Майкоп и ехать 9,5 часов до Сочи. А здесь если соединять от Архиза до Розы Хутор, то здесь что-то между 60 и 100 километрами. Вот где-то такое расстояние. И представляете, то есть если из Архиза можно будет просто там за час доезжать до Черного моря. Это же бомба. И оттуда сюда. И отсюда туда. Есть одна проблема, вот то, что я вычитал, что там у них идет заповедник. И не все, естественно, хотят, чтобы дорога проходила через заповедник. Но вроде как пишут, говорят, что максимально все это будут делать без ущерба для природы. А в этой точке сейчас вам покажу прям чистая Швейцария. И вот это отель, отель для богатых, Архиз Рояль. Я смотрел номера здесь и все было на месяц вперед распродано. Я, соответственно, ничего не смог даже выяснить, сколько здесь стоит. В центре вот этого комплекса сервисный центр Архиз. Это что такое? Мини-торговый центр. Там есть скафушки, столовая, есть, собственно говоря, сервис, где можно узнать по всем там туристическим поездкам, экскурсиям. Там аптека, там кофейня есть. Ну, такой как бы мини-мини торговый центр. Друзья, но в завершении нашего путешествия по Архизу это такая вишенка на торте. Мы с вами отправляемся к Нижнеархизскому городищу, где на горе Шуана расположен Шаанинский храм. Мы сейчас из Архиза спускаемся чуть ниже, ехать где-то 15-20 минут. Значит, мы сейчас едем по дороге, потом сворачиваем. И там я это место называю база всех квадриков, вот этих вот уазиков, внедорожников. У меня ребенок... Монстр траком. И мы сейчас хотим немножко покататься с детьми, потому что там, куда я ходил вчера, в горы, там, конечно, такой хардкор, там с маленькими детьми не пройдешь. Ну, точнее, пройдешь, конечно, но это очень сложно, вот. А здесь мне обещали вчера отвезти нас на место, белый водопад, которое самое доступное, куда можно с детьми. Тут везде висят объявления прямо на деревьях. Вот пинтбол висит, рафтинг, бани, экскурсии. В общем, сюда экскурсии, снегоходы, квадроциклы. Все вот так вот. Деревья все облеплены, как на заборах обклеивают. У нас вот здесь вот так же с деревьями. Поэтому можно даже не искать в интернете, а просто приезжать сюда и на деревьях сориентироваться. Вообще, по сути, если с кем-то из местных договориться или познакомиться, мне кажется, что с ними можно договориться о чем угодно. Они всегда рады здесь помочь. И, кстати, ребята, они такие очень приветливые. Вчера мы когда катались, они прям говорят, вы у нас гости, все такое, вам все можно. Ну, понятно, в разумных пределах. Ну, в общем, приветливые. Вот здесь уже другой уровень кофушек. Здесь уже... Вот, посмотрите. Ребята, подъезжаем на базу. Базу монстр трака. Стали мы кататься на квадроциклах. Да, и такое бывает. Объясню почему. Значит, вчера, когда я возвращался, я остановился и пообщался с одним парнем. И он мне предложил маршрут самый короткий, потому что я с двумя детьми, и одному из них три года капризный товарищ, он мне предложил цену трешку. Сегодня уже я приезжаю сюда, его нету, другой стоит. И другой мне говорит, пятерка. Я говорю, а вчера была трешка? Он говорит, не, 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 не может такого быть. Типа говорит, у нас мы цену держим одинаковую. Я говорю, ну ладно, похожу, поспрашиваю. Пошел я дальше. Говорю, давай мне вот это за большими колесами. Он мне говорит, восемь. Я такой говорю, опа, там, говорю, пять. Он говорит, нет, пять не может быть такого. Я говорю, да вот же только, говорится, пять. Ну, мне восемь. Одного, второго, короче, третьего. Все восьмерку, говорят. До белых водопадов. Ехать час туда, час обратно. Я возвращаюсь обратно к тому, кто говорил за пятерку. Подхожу ему, давай, говорю, мне вот этот вот на большими колесами. Он мне говорит, сейчас, говорит, не я везу другой. Подходит другой? Говорит, поехали. Я говорю, сколько? Он говорит, восемь. Говорит, этот же, говорил, пять. Не, говорит, пять, это он тебе УАЗик, говорит. И они мне говорят, цену тебе ниже никто не назовет. Мы, говорит, держим цену здесь, чтобы у всех была одинаковая цена. Короче, я не знаю, договариваются, они не договариваются. Вы думали, они говорят, не может такого быть, чтобы тебе вчера говорили за три. Понимаете? Я не понимаю, вчера был четверг, сегодня пятница. Может быть, это из-за пятницы. Может быть, то, что вчера четверг, они были более свободны. Сегодня пятница, более загружены, как-то они договариваются. Ну, для меня как-то это очень странно. Я сказал, ребята, не поеду, потому что какая-то хитрость тут. Не знаю. Может, попались такие товарищи, может, как бы, какие-то разводы. Ну, такая ситуация у меня. У нас тут стоп. Мы заехали на кофе. Скай кофе бар. Это чуть ниже мы спустились. Поселок Архиз. Там курорт, там курорт Архиз, а это поселок Архиз. Центр, наверное. Ну, я так думаю. Такой прикольный кофе. Здесь достаточно сложно найти хороший, качественный кофе. Но здесь мне сказали, что делают класс. Беру камеру в свои руки. Ребята, маленький лайфхак. Как сушить вещи в поездке. Как сушить меня. Девочка-п Catal하나. Девочка-пordinate. Вдоль трассы от Зеленчугской до Архейза идет река. Здесь много таких закутков разных, где на машинах люди останавливаются, тоже там организуют какой-то кемпинг, перекусы какие-то. Здесь можно возле воды сделать фоточки прикольные. Если будете ехать, имейте тоже это в виду. Храм выполнен в виде креста и достигает 13 метров в высоту. Его видно издалека и он посвящен великому Георгию Победоносу, которого местные также называют Уастерджи. Если вы войдете внутрь, то заметите, что многие фрески выцвели. Но от этого храм не менее величественный и внутри можно сделать потрясающие фотографии. Проход через храм сквозной и ведет к наскальной беседке. Место это достаточно популярно у фотографов на Кавказе, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется стоять в очереди, чтобы сделать красивую фотографию. Главный вопрос, который интересует туристов, почему храм расположен на такой большой высоте? Почему его возвели именно на горе? Согласно одной из версий, на горе изначально планировалось размещение монастыря. Что логично, поскольку так монастырь и его обитатели могли бы быть скрыты от посторонних глаз. К тому же, раньше считалось, что вести беседы со Всевышним проще, когда человек находится на возвышении. Так он оказывается ближе к Богу. И, собственно говоря, молитвы будут результативнее. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше о путешествиях по Кавказу. В следующих сериях мы отправимся с вами на Донбай. И, конечно, не забывайте заходить на мой второй канал Smaps Education, где я рассказываю о зарубежном образовании.